Даже в проигрышном положении мастер поединка умело обводит соперника вокруг пальца и в итоге становится победителем. Такова тактика японской борьбы джиу-джитсу. Это восточный аналог русского самбо. А здесь на татаме бразильская разновидность этой борьбы. Мастер-класс дает обладатель синего пояса второй степени, спортсмен с мировым именем Леонид Хапчик. По его словам, латиноамериканские последователи японского боевого искусства сделали его более ярким и дружелюбным. Латинская Америка, темперамент, краски, живость, все это присутствует в бразильском джиу-джитсу. То есть больше динамики, больше позитива на тренировках именно. То есть нет такого фанатизма в отношении дисциплины. Все более демократично. В России бразильская джиу-джитсу делает лишь первые шаги. И вот школа этого вида спорта начинает работать в Самаре. В городе около 50 его последователей. На тренировку пришло и много новичков. Ирина Акимова решила заняться по совету друзей. Навыки борьбы помогают и в жизни чувствовать себя более уверенно, убирать нужную тактику и в итоге побеждать в любом деле. Это философия людей, которые при любом весе, при любой комплекции могут постоять за себя. И еще одно сравнение, которое мне нравится в плане бразильского джиу-джитсу, когда говорят, что это шахматы в борьбе. Популярность бразильского джиу-джитсу растет как снежный ком. Российские спортсмены уже выступают на профессиональных мировых турнирах. А тем временем Международная Федерация этого вида спорта ставит вопрос о включении борьбы в олимпийскую семью. Специалист по джиу-джитсу традиционно использует инерцию своего соперника для того, чтобы его победить. То есть здесь действует принцип поддаться, чтобы победить в конце концов. А наивысшее мастерство в джиу-джитсу побеждать интеллектуально, без злости к противнику, уверенно и с улыбкой. Олег Зверев, Станислав Левин. События.